как далеко мне надо прыгнуть ё-моё что ж здесь так глубоко то народ всем привет ну что сегодня у нас третья заключительная часть про МЛ и как вы помните предыдущая закончилась на том что у нас как бы все почти готово дело осталось буквально за малым и машина может ехать тогда у вас в голове вопрос а почему третья часть самая длинная и идет два часа вы обо всем узнаете итак сегодня очередной день ковыряниц МЛ и надеюсь сегодня эпопея закончится вчера мы уже получили великолепный результат все машина заводится пневма поднялась мы оставили машину на ночь и за ночь машина не опустилась ни на сантиметр все стоит прямо на месте а это значит что хотя бы там проблем никаких нет наша задача сегодня простейшая разобраться с тем почему троит мотор устранить это троение и после этого подсобрать немножко салон ехать кататься выставлять уровень масла в коробке да и вызывать владельца в принципе все да в принципе да понимая заранее что в этой машине явно точно есть как минимум одна а скорее всего может быть даже три сдохших катушки я решил купить две новых заранее чтобы мы сегодня не ждали пока нам приведут другие катушки я сразу сказал ребята везите две новых катушки хелла отличные катушки по три косаря и поэтому сейчас мы начнем с того что заведем машину проверим пробойником все катушки поймем которые сдохшие поменяем их и посмотрим хватит ли нам двух катушек для того чтобы этот мерседес заработал нормально пропуски у нас были по восьмому цилиндру а регистрировались самой системой и она даже писала ошибку поэтому я предлагаю начать с восьмого цилиндра давай может с проводов начнем со всех а ты хочешь просто их звякнуть ну наверно да давай давай я тогда снимаю доставай мультиметр для начала прозвоним все провода и поймем есть ли там по два килоома в них пока ни одного дохла как? один же ты вроде отложил нет, я его поправил Олег, я понял раз ты говоришь что все взысковольтные провода на месте ты хочешь сразу ничего не меняя попытаться завести и посмотреть на пропуски правильно? ну наверно да все провода на месте и сейчас закажут они просто были неправильно подключены сейчас заведем троить не будет что будешь делать баланс в какой-то ситуации? камеру вешать а это правильно как вы наверное помните в предыдущем ролике при запуске мотора мы заметили, что у него идет дичащий подсос воздуха в выпускной коллектор все дело оказалось в том что кто-то просто решил не подключать вакуумную трубку на усилитель тормозов и я позже понял почему все дело в том, что у этой ML-ки прямо с ней шла трубка от 272-го мотора а от 113-го должна быть другая и на данный момент так как у нас не было подходящей трубки для проверки мотора нам надо было хотя бы эту систему просто заглушить в общем с той стороны коллектора из коллектора торчит вот такой же быстросъем вот так же просто торчит и он с коллектором единое целое то есть он на него как-то напрессован снять его не получится и сюда нужно втыкать специальный этот быстросъем и у нас нет вариантов то есть я не знаю, как его туда воткнуть пока можно, конечно, заткнуть просто шлангом его чтобы воздух не сосало но если мы хотим прокатиться с вакуумом с усилителем тормозов безопасно то сделать этого мы не сможем давай попробуем заткнуть вот так никто не может помочь все руками разводят да, Балатка? почему мотор троит, интересно? трен пойми а вакуумный усилитель он же только для тормозов нужен правильно? больше не для чего и ни на что больше не влияет именно так наверное свайперы эти думали вроде, кстати, плотно зашло так включаем зажигание подключаем лаунч сбрасываем ошибки заводим машину залезаем в раздел пропуски и смотрим пропуски нормальный план действий? ну пойдет Олег-то где? я не знаю он, наверное, за герметиком пошел Олег будет заниматься восстановлением провода на бензонасос так, Олег ты сейчас отключишь эту систему? я хотел завести заводи я не буду отключать а ты прям так нахреначишь сверху герметом? стесняться мл-ка заводится первый раз за 45 лет блин, вообще неплохо работает мотор на самом деле прям реально неплохо все обжато теперь осталось сюда нашмалять этого герметома так блин, он вообще работает очень неплохо я тебе скажу, Олег уже, да? прям очень неплохо работает знаешь, чем пахнет? Олег, идем сюда сейчас я не могу отвлечься, Ильдар у меня тут Олег что-то срочно? да, понюхай запах чем пахнет антифризом? нет, баней, блин там листья горят вот эти как можно пахнуть прям баней так, смотрим пропуски по цилиндрам итак четвертый цилиндр 96 второй цилиндр 19 третий цилиндр 21 и первый цилиндр 9 1, 2, 3, 4 все по одной башке а, ну понятно у нас же лямбда по правой башке отключена ну все, вот смотри-ка а левая лямбда висит постоянно в бедной смеси он максимально максимально корректирует и все равно не может ее поднять эту лямбду то есть смесь очень бедная либо еще подсос есть о котором мы не знаем а, ну да у нас MAP показывает в коллекторе атмосферное давление 997 мили бар MAP у нас либо MAP неправильно показывает либо в коллекторе творится полнейшая дичь о, индивидуальная группа AirMass наконец-то AirMass у нас показывает 24 килограмма в час 24 килограмма в час в коллекторе у нас атмосферное давление и при этом 24 килограмма в час 24 это примерно без малого в два раза больше чем нормальные показания 12 13 14 я бы принял я чувствую MAP MAP да, я чувствую MAP следующий на выход и это еще не все можно попытаться, кстати, почистить почистить надо будет попытаться, конечно да там паук просто паутину вокруг этого резистора сплел и все в общем, делаем что? поднимаем, подключаем лямбду после этого можно снять MAP почистить и дальше ищем MAP находим, смотрим, что с ним может сначала тогда снять MAP и уже его чистить? да, пока ты будешь чистить я подниму машину подключу лямбду офигеть! там грязь в коллекторе как раз вот то, что через MAP туда попадало там просто кусок грязи лежит итак подключаем вторую лямбду в смысле первую лямбду по правой стороне но вторую для нас потому что первая для нас левая для того, чтобы это дело все собрать нам необходимы оригинальные мерседесовские запчасти которые называются пластиковые стяжки вот так выглядят оригинальные мерседесские запчасти вот они возьму 4 штуки и пойду интегрировать их в машину смотри, как великолепно сверху идет провод здесь оригинальным хомутом пристегнут дальше идет еще оригинальный хомут дальше идет еще оригинальный хомут и в конце есть еще один оригинальный хомут почему не черные? вот сайт заставил зайди туда и спроси почему они не черные а, я понял так, машину, я думаю, можно опускать уровень масла в коробке мы выставим чуть-чуть позже там коробку надо прогревать до сорока пяти градусов до сорока пяти что-то бентли запахло да, да, да так ну что, пойду посмотрю где у нас находится в этой машине мап итак у меня есть новости я не мог вот здесь во всем этом моторе нигде найти мапа поэтому просто загуглил где стоит мап на 113 моторе оказалось, что он стоит вот все это время прямо перед глазами вот он стоит видишь, мап вот так выглядит мерседесовский мап и ты, балатка, думаешь, что он сдох ведь он показывает атмосферное давление я просто заглянул сзади него, балатка подсними вон туда интересно, почему у нас мап показывает атмосферное давление? как ты думаешь? вот трубка на мап вот она лежит и вон она отломана оторвана просто видишь, на мапе оторвана трубка так вот, да я могу наезжать на свайперов и сказать вот они дерьмово сделали свою работу но в данной ситуации я бы не торопился это делать почему? потому что, во-первых, владелец рассказал душесчипательную историю о том как они ему закоцали машину из-за чего за ремонт он не заплатил это раз а второе основные претензии к сваперам на данный момент у меня это в том, что тут не прикручено тут не установлено эти запчасти потеряны но это больше похоже на то что они не успели доделать свою работу например, вот здесь вот ну, как бы все вот так вот висит, лежит и скажешь, беспонтово но это явно видно что это временная мера для того, чтобы проверить, как будет работать машина а потом только вот это все раскладывать по жгутам не сказать, что здесь что-то плохо соединено но когда мы начали ковыряться смотреть там разбираться с блоком оказалось что на OBD разъем приведена к линии блока управления да все провода необходимы для работы подключены подключены мы же ничего не подключали дополнительно все провода подключены в этой машине какие претензии к сваперам это больше похоже на то что временно собрали чтобы проверить и после этого машину просто забрал владелец они не успели этого всего доделать вот на что это похоже баланс а не на то, что сваперы вонючки вот поэтому подключаем MAP заводим машину и смотрим, что у нас интересно вот это будет на самом деле чем дальше мы лезем тем больше мне кажется, что возможно здесь даже с катушками нет проблем возможно все пропуски все вещи которые у нас творятся они не связаны с катушками в принципе и сейчас смотри мы сделали три действия мы подключили лямбду промыли ДМРВ и подключили MAP еще и заткнули даже нахрен не нужную неиспользуемую систему да заводим и проверяем блин я не удивлюсь если его сейчас заведется и будет работать нормально я в общем-то тоже отживление мертвеца все смотри монету будем ставить? он лучше чем на ВИТО работает давай монету сюда Балабская смотри подстраивает 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 да он идеально работает просто его чуть-чуть подтряхивает но сзади в цилиндре провода катушки и так далее ни одной катушки не пришлось менять ничего не пришлось делать он работает идеально едем кататься пока не поздно а коррекции ты не хочешь посмотреть? плевать по сути все оживление это мы заткнули раз-два-три дырки и подключили пару штуцеров оживление мертвеца ну люди с лишними дырками тоже плохо себя чувствуют согласен но это прям конец какой-то это цирк человек говорит машина на трех цилиндрах работает Олег почему на трех работает цилиндрах этот мотор? он же восьмицилиндровый а коробку елки я вообще забыл масло-то в коробке надо выставить уровень? как ты думаешь, Олег? было бы неплохо так ну-ка а дай-ка я газану немножечко ну-ка мне кажется без проблем отлично вообще супер просто отлично моща ну елки-моталки чертова МЛ-ка неужели он поедет? так ну-ка драйв и вонять перестал мгновенно кстати, да-да и смесь подвыровнялась дай-ка я передачи прогоняю все сразу драйв драйв э, ты что? только что говорил все идеально работает все перестал прикинь все у нас, короче селектор отрыгнул ну он прям вообще перестал реагировать на рычаг то есть у тебя одновременно написано P и написано WC все-таки с ESM здесь есть какие-то проблемы, Олег и короче у нас пропала связь с блоком переключения а значит мы не сможем выставить уровень масла ничего, то есть мы поехать никуда не сможем и и ESM не отвечает на лаунж и я предполагаю я даже возможно знаю в чем дело ну это только предположение но вероятность огромная скорее всего там проблема в проводке я эту проводку напомню сейчас хомутами жестко стянул и именно эта проводка и есть та самая которая идет к этому ESM на ней же лямбды висят нам нужно короче сейчас возможно вскрыть жгуты и посмотреть может там какой-то провод не может там просто быть недовоткнутый вот этот ESM разъемчик который ты просто подвытащил не-не-не-не-не-не я его воткнул там жестко там я его воткнул и у него еще стопор такой то есть он не вылетит все понял вот короче лезем под машину елки-моталки я уже думал кататься поедем да нет здесь провода идеальные и вот твой один провод вот кан зеленый питание здесь все в идеале вообще все в идеале на самом разъеме мне кажется у нас проблема механическая в коробке именно вот я не знаю почему связь при этом с блоком нет вот это вот непонятно да и вот нот МП все короче у нас проблемы и мы сегодня вряд ли поедем кататься сейчас будем разбираться с блоком ESM это никак не связано с двигателем двигатель работает отлично уже сейчас все по двигателю есть проблема проблема заключается в том что у нас коррекции у нас смесь слишком богатая но мы с Олегом заранее знаем почему у нас ДМРВ показывает 20 кг в час а тоже показывает примерно 12 ну 14 естественно на это завышение блок управления ориентируется он думает что реально 20 кг в час начинает больше лить топлива а потом по лямбдам видит что топлива слишком много и начинает корректировать в минус и у нас получается сейчас коррекции 0.85 ну грубо говоря на 15 процентов он меньше топлива прыскает чем изначально планирует ориентируясь под МРВ о, а у меня ВСМ вошло так вот нет сообщения по Кану от блока двигателя понятно еще от гейтвея из N93 да и system shutdown due to an internal fault да система вырубилась из-за того что в нем какая-то внутренняя неисправность да selector lever position вот не может быть достигнута позиция опять internal механизм проблема но при этом почему блок отрыгивает а может быть проблема электрическая в блоке тоже параллельно да может быть смотри я грохнул все ошибки в ВСМе и была вот эта ошибка внутренний механизм да я попытался подвигать туда-сюда у него не получилось и возникла еще одна ошибка 1974 что это год твоего рождения Олег нет неправда то есть короче он говорит что я типа поставил форсированно в позицию П потому что у меня там проблемы ну вот ну и он естественно никуда не перемещается да да вот и при этом звуки были такие знаешь так вот даже сейчас он пытался вот сейчас ты подожрал он уже пытался шевелиться нет там знаешь звуки были такие ооо ааа и не получилось как будто вот он пытается куда-то переехать натыкается на что-то там какая-нибудь шестеренка куда-то закисает еще что-то и обратно такой не получилось снимаем АСМ снимаем АСМ мне кажется короче 30 секунд гугления дали однозначный и четкий ответ при наличии в блоке управления ошибок код 19XX 1912 1915 1974 1907 1920 1965 единственный вариант это замена блока блок завода герметичный и при его разборке герметично ружается ну можно разобрать герметиком пройтись собрать обратно они не говорят в чем проблема они говорят мы занимаемся их еще ремонтом но если у вас нет возможности его отремонтировать лучше меняйте самое интересное не это самое интересное что этот блок в любом случае надо снимать и для того чтобы его снять необходимо снимать передний кардан нет передний кардан тот самый который мы так тщательно сегодня прикручивали то есть снимаем опять опору откручиваем подушку подопускаем мотор скидываем передний кардан откручиваем блок и заказываем новый и просто меняем и даже ни секунды Олег ни секунды не сомневайся в том что не надо доставать паяльник и ни хрена в нем паять пожалуйста я узнал что в течение производства 164 кузова было три модификации этого блока управления и производились они двумя разными компаниями сначала компания сименс а позже компания континенталь и абсолютно не важно что просто сименс выкупил компанию континенталь и плод тоже есть в Chem fuel abandon что мы узнали что на лекке мαι closest ы оказалось, что есть люди в интернете, которые занимаются ремонтом этих блоков поэтому для нас это лучший вариант мы находим такого человека и обращаемся к нему за ремонтом блин, офигеть 55 тысяч рублей насколько же Мерседес великолепная и надежная машина на самом деле, раньше я никогда не сталкивался с АСМ блоком никогда не изучал этот вопрос и я всегда считал, что Мерседес гений, они первыми начали устанавливать электронный фелектор в массовом сегменте понятно, что до них это делали другие производители и, например, на четвертом дискаче тоже уже электронный много где стоит электронный но массово первыми начал делать это Мерседес я такой, типа, да сколько Мерседес крут, что они с первого раза сразу сделали отличную систему, которая не лагает и не ломается а сейчас, изучив вопрос, оказалось, что это проблемное это одно из самых проблемных мест этой машины что эти блоки отрыгивают их всех подряд есть компания, которая занимается только этими блоками и они говорят так вы снимаете свой блок, привозите нам мы вам даем на замену исправленный, устроенными всеми косяками вы его просто ставите и все едет самый интересный вопрос сколько это стоит? ровно 20 тысяч рублей самое интересное не это самое интересное, что на данный момент прайс по этой машине 60 тысяч рублей и будет еще 20, будет 80 дааааааа Валацка, ты счастлив? нет, все хорошо, но только владелец тебя кинет почему кинет-то? да он уедет и не заплатит он скажет ему поцарапану честного человека подводит под такое с чего ты решил, ты что блин он что у тебя жену увел что ли? так он не заплатил за свап уже ну там-то его машину поцарапали а мы не поцарапали, значит надо заплатить опять-таки нам-то что платить мы с Олегом за свою работу не за твою, не за свою, не за чью работу мы денег не просим за работу там ровно ноль только те запчасти которые мы сюда установили, причем без накрутки в себестоимость а местами даже без оплаты водителя который за ним ехал все что мы здесь сделали, это необходимый минимум, чтобы эта машина работала и этот необходимый минимум он бы в любом случае заплатил в другом месте но не по такой цене, он бы заплатил сначала плюс 30 процентов за запчасти, он бы заплатил за работу еще и это обошлось бы ему 1150-200, вот это все сейчас кстати неизвестно, кто-нибудь из нас смотрел масло в редукторе, например если бы это была моя АМЛ-ка то я бы, естественно, это сделал Балатска, прокомментируй масло в редуктор производителем заливается на весь срок службы работы двигателя максимум Олег, ты слышал? это наш вариант значит в редуктором не смотрим ни в передний, ни в задний все, спасибо Балатска, спасибо независимо ни от чего у нас до вечера сегодняшнего уже есть как минимум три задачи первая задача это снять кардан и снять этот блок вторая задача установить колечки на форсунки все-таки это сделать надо и третья задача что я хотел бы это закинуть обратно аккумулятор и поставить сидушку а и четвертая задача под капотом еще телевизор собрать потому что сейчас даже если бы мы поехали как ехать на машине у тебя капот никак не закрывается у тебя замок я понял, а ты настолько веришь в этот аккумулятор? я настолько верю в наш бустер но чисто технически Олег я его могу снять даже не снимая кардана ну так, может так и сделать? давай попробуем а вот и все а вот и снял? а вот и снял а вот и вытаскивай теперь а вот еще и вытащу Олег из-за раздатки, да? нет, похоже через переднюю часть тяжело он не вытащится у тебя сто пудов эх, Олег плохо ты не знаешь все услышали про сто пудов Олега? а если я его пополам сломаю это? кардан? сломай нет блок ну что, Олег? извиняться будем? нет, я поступлю ровно так же как всегда делаешь ты так я скажу, да я знал с самого начала что ты все это дело замечательно вытащишь я просто это сделал для того, чтобы ты сделал это быстрее пошел ты, блин короче, все блок отдан все согласовано завтра поедут отдадут послезавтра заберут следующая у нас суббота что мы делаем? снимаем еще раз форсунки вешаем на них колечки ставим обратно и собираем еще панель возможно у вас сейчас в голове вопрос а что это за колечки на форсунке? и откуда они взялись? в прошлый раз вы просто сняли топливную рампу проверили все форсунки и поставили их обратно на самом деле в предыдущем ролике был вырезан огромный кусок оказывается в коллекторе 113-го мотора колодцы не имеют сужения обычно, когда ты сажаешь форсунку у тебя вот снизу есть колечко и это колечко снизу упирается в специальное место вся беда в том, что если просто так эту форсунку туда засунуть то есть вероятность, что во время работы когда-нибудь это кольцо просто сползет и улетит в коллектор и для того, чтобы этого не происходило на этих форсунках снизу стоят специальные белые колечки стопорные и как ты видел видишь баланска, что стоят белые колечки? нет, не видишь и я тоже не вижу ну так вот именно в этот день и приехали те самые новые пластиковые колечки поэтому нам надо сейчас снять еще раз топливную рампу чтобы просто поставить их туда на место и все собрать по-правильному с первого раза, смотри что ты хотел? 30 лет баскетбол да блин, это склейка была ты офигел склейка? идеально вообще с первого раза да, склейка была на переводе камеры ай, выдумываешь просто мы дети 90-х на улице играли совсем не в те игры в которые сейчас играют современные дети на самом деле я естественно саркастически сейчас шучу я не из тех, кто но и что вот, наше поколение было таким а вот сейчас поколение более слабое ну то, что Олег обычно делает вот мы и раньше, блин не знаю там землю жрали а современные дети вы такие нежные помнишь, Олег, ты мне говорил каждый день с утра до съемки нет есть проблема когда люди каждое предыдущее поколение думает что следующее поколение каким-то слабым получается и они всегда говорят так вот мы в наше время вот там у нас была жопа эта жопа нас закалила и мы поэтому все такие хорошие и надежные а вот на вас, детей как оставить страну ведь вы не закаленные вы в тепличных условиях выросли так вот мне просто интересно вот те, кто вырос ну например родился в 60-е там 70-е родители наши по сути они же жили в послевоенное время и они такие типа вот мы страну с колен поднимали и вот то поколение я уверен я не был там конечно но я уверен что их родители им говорили вот мы росли в самое-самое начало послевоенного времени вот у нас была жизнь тяжелая а вы родились уже когда последствия большинство последствий устранено и вы живете в тепличных условиях вот типа блин мы мы на улице играли мяч пинали я из того поколения, которое росло, когда не было интернета и да, я играл в футбол на улице но я при этом не скажу современному ребенку любому там Дане Милохе никому там не было кого там сейчас пример ставят говорят, вот современная молодежь я не скажу, что вот вот я вот закаленный а вы все сопляки нифига каждый раз дети живут лучше, чем родители и слава богу пусть так и будет дальше всегда да пусть современные дети сидят в компьютерных играх пусть меньшие ходят на улице пинают мяч плевать на это организм человеческий должен адаптироваться если организму надо будет выбирать какую систему усиливать а какую ослаблять я за то, чтобы он ослаблял физическую силу и усиливал зрение чтобы оно более стойко переносило экраны чтобы оно не садилось у людей к 35-40 годам пусть мозги усиливает физическая сила нахрен не нужна давным-давно вообще не нужна в этом мире все решает интеллект и вот я за то, чтобы дети развивались именно в интеллектуальную сторону я блин в детстве у меня была ситуация мы играли в хоккей с мячом во дворе с нами бегала девочка у нас были клюшки те, которые не нужны нормальным людям то есть обломанные клюшки и короче был один момент когда мы играли я не помню то ли я, то ли товарищ Айвар кто-то из нас в какой-то момент замахнулся я не помню, реально было это я или он замахнулся и прямо ей этой клюшкой прямо над глазом вот сюда БАБАХ она же кувырок совершила кровища хлещет просто литрами а нам лет по 12 наверное просто мы ее быстренько отвели домой ее там нормально все короче она выжила все с ней в порядке но это к тому, что чуть-чуть и могли без глаза девочку оставить да, айпадиком так, конечно над глазом не засветишь да, айпадиком намного сложнее это сделать поэтому лучше пусть айпадами сидят это вам к разговору если вы хотите чтобы ваш ребенок вырос как Олег то покупайте ему наборы для паяния и пусть он учится у вас на какого-нибудь айтишника и тогда он будет как Олег а если вы хотите чтобы он был таким же дебилом как я вот тогда пускай он играет на улице в футбол и в хоккей и так далее все добрались мы до форсунок вот они у нас все ни одна резинка не провалилась все резинки на местах берем и втыкаем наши новые пластиковые штучки дрючки вот они теперь можно не пережать все это колечки колечки не слезут когда засунут форсунки и их не всосет ничего с ними не случится все в тот момент когда мы как раз уже разобрались с форсунками нам приехала одна очень важная деталь как вы помните в предыдущий раз мы так и не разобрались с вакуумной трубкой на усилитель тормозов ну так вот изучив вопрос я узнал что оказывается есть модификация 113 мотора где вместо трубки туда втыкается заглушка в этот быстросъем я тогда решил окей а если мы закажем эту заглушку и ее обточим просверлим и используем как переходник то мы сможем совместить ее с вакуумной трубкой от 272 мотора и собрать такого франкенштейна который будет работать вот такой вопрос а почему мы просто не купили вакуумную трубку от 113 мотора все дело в том что на 113 моторе эта вакуумная трубка является частью огромной вакуумной системы и отдельно не продается а вся эта вакуумная система даже ПБУшки стоит довольно дорого и ждать ее долго а так как у нас бюджет ограничен и время тоже мы решили действовать так вот так как выглядит теперь оригинальный мерседесская вакуумная трубка мы так даже вакуумную сетель не проверили на подсос теперь проверим если надо будет все получается теперь она еще и тормозить будет да сегодня отличный день сегодня мы сделали очень много жаль что не смогли прокатиться ну ладно значит будет еще один день когда мы приедем сразу воткнем блок все садаптируем и сразу поедем кататься пока еще светло все на этом все всем спасибо съемка окончена и так итак сегодня очередной день оживление Мельки и самое главное , что сегодня последний как мы надеемся очень надеемся у нас приехал с ремонта блок управления по нему видно won на место он залил и красивие когда я попросил Лешу узнать у этого мастера что именно он увидел в блоке, и что именно он там сделал я понял, что похоже, 20 косарей мы переплатили очень зря он сообщил о том, что когда я подключился к блоку, я увидел, что у него висит помимо прочего, ошибка вот это аварийное срабатывание, аварийный паркинг он говорит, я в жизни такого ни разу не встречал я не знаю, откуда вообще она взялась, такая у вас ошибка и у вас 224 раза было это срабатывание в этом блоке он, оказывается, сохраняет в память каждое из этих аварийных срабатываний 224 он такой, типа, ну я как бы работу свою сделал, поэтому все нормально я такой, прошу Лешу, Леша, спроси у него конкретно, что он сделал и знаешь, что он, весь список работ, которые он сделал помещается в 4 пункта так я сейчас их прям зачитаю разобрал, собрал, это понятно, первый и последний да, да он залез в моторчик и увидел, что в моторчике под изношены щетки поэтому поменял щетки в моторчике, это раз второе, он снял лак с платы, потому что, как он говорит, из практики именно этот лак и как бы приводит к тому, что из платы поднимаются компоненты это два все больше и больше настораживает да, дальше он просто пропаял всю эту плату ну, как он сказал, пропаял, скорее всего, в инфракрасной печке погрел просто, не знаю, как он это сделал просто пропаял ее всю и залил новую прошивку то есть не новую, а такую же, только пустую все это все, что он сделал за 20 тысяч рублей подожди, а по механике он что-то сделал? только щетки поменял то есть вся механика, типа, к ней претензий нет? он сказал, что все там, да, все работает и вот, Олег, услышав это, скажи, ты чувствуешь, что тебя кинули? нет, я чувствую, что тебя кинули да, блин, меня кинули причем ты же сам 20 косарей, за что? эту работу мы здесь могли за 10 минут сделать, в принципе, ну что в этом сложного ну вот, короче но он, тем не менее, сказал, что эта система исправна что все с ней в порядке и поэтому вы можете ставить, не парясь ее в гости ну, то есть, и это наш же блок и это наш же блок как оказалось, когда ему отвезли этот блок, у него по счастливой случайности по счастливой случайности не было на замену таких блоков поэтому тот самый один день у него и ушел на то, чтобы отремонтировать наш блок вот, помнишь, ты спрашивал а почему, если он дает на обмен блок ты отдаешь ему старый, и он тебе только через день возвращает новый? потому что через день он возвращает тебе обратно твой же блок класс! и тем не менее я предлагаю не нервничать, не переживать ставить этот блок вводить его в эксплуатацию проводить все адаптации, все, что нужно и ехать кататься и очень сильно надеяться что мы не встрянем где-нибудь сейчас на полпути но нам еще сначала нужно долить жижу да, поэтому не будем терять время поднимаем машину, закидываем блок выставляем уровень масла в коробке и после этого едем кататься короче, итак, начинается самый интересный квест как засунуть этот блок туда, не снимая кардана и насколько я помню, я вытаскивал его вот отсюда через захлопную трубу, конечно чувствую ну, вообще не заходит нет, вообще не заходит давай снимем кардан ну давай так проще будет, быстрее а мы его до конца даже не снимем да, мы кардан просто отодвинем блин, тут же шобка снять кардан е-мое, вот эту игнику надо снимать ну давай снимать, а что делать давай, давай стойку, давай пока потихонечку начнем этот весь процесс вон, стало намного удобнее, кстати все, отлично залетело вот реально надо было кардан снимать для этого е-мое почему, вот я что, что изменилось, скажите мне почему вот она в первый раз не залезла, блин а сейчас долетела со свистом потому что ты должен был пострадать да то есть, Мерседес пока видит неснятый кардан не хочет эту фигню засовывать сейчас, смотри, прям с первого раза зашла, сразу так, на сколько надо подтягивать сильно не надо, я помню, это было затянуто очень слабо великолепно ну, ты видел, как я тянул, я даже усилия не прикладывал что не так с этим Мерседесом это уже второй болт ну такой мы точно не найдем но это не страшно, здесь по сути М6 любой поставь и все Балатска прокомментируй ты говорил, что ты стал по утрам каши есть может, хватит? Олег ну сделай что-нибудь, какого хрена Мерседес себе позволяет так, давай посмотрим, какой болт мы пожертвуем этому Мерседесу все, не буду сильно подтягивать, Олег, не прости посмотри, мизинцем ну еще рано, погоди, его надо подтянуть вот так вот вот сейчас смотри, посмотри смотри, мизинцем раз мизинцем два вот уже уперся, все вот все, больше не буду все стоит на месте, все подключено отлично закидываем кардан, собираем, едем кататься елки-моталки а мы не зря сняли кардан-то а шарики где? а где шарики-то, елки-моталки? а где шарики? вот один да, но их не хватает трех нет, двух не хватает, смотри вот раз-два раз-два три шарика а должно быть четыре, пять, шесть не хватает двух шариков, блин какой ты придирчивый ё-моё ну переставь с той стороны вот, теперь еще одного не хватает знаешь, что будет, если ехать на не до конца собранном сепараторе? что? ничего не будет ни, блин, кардана, ни езды вот чё блин пофиг, мне ну как бы все это ерунда все это решаемо просто времени нет уже скоро темнеть будет нам ехать надо ё-моё на текущее время две из двух деталей привезенных хозяином казались не те да не так короче, я беру шарик протираю его иду к ребятам смотреть старые гранаты выбирать с них подобный по размеру шарик две штуки вариантов я больше не вижу никаких так собирать это все Олег, не дерись с машиной да это она так все собирать это никакого смысла не имеет потому что, блин мы выйдем и потом у нас хрыч вот так вот и выломает кардан нахрен и что делать потом будем? все, пойду поищу среди гранат в помойке с подобными, блин, размерами шариков на помойке было найдено два шарика вот очень похожие по размеру но других нет как? погоди, этот сепаратор как его собрать? его надо сначала вот здесь нет, погоди, это стопор ооо то есть, мы должны снять сепаратор собрать его внутри гранаты засунуть вал потом с той стороны поставить стопор и потом засунуть обратно на место вот эту крышку а, нет, я и не должен это увидеть ну какая четкая ржавчина это не краска, это ржавчина и ладно, короче, вот сейчас я что подумал а я до этого, когда я ставил кардан у него просто убитая до такой степени наружная обойма ну, немножко люфтит и люфтит короче, нужно было нам смотри, какой Мерседес хитрый то есть, специально на Мерседесе не залезала эта фигня для того, чтобы мы сняли кардан и увидели, что в нем не хватает шариков здесь, я уже думал написано АП прикинь, я бы офигел ну че, как дела? отлично, Олег, отлично спасибо, что спросил с каждым разом становится все интереснее ребят, тебе понравился этот смазг САП идеально, идеально это же оригинал Мерседес Балацка предложил Фебес но, выбор впал в сторону более премиальной компании итак, сборка гранаты Мерседеса в прямом эфире поехали не лезет? да, ты говоришь, маленький Толя, его надо отточить вон, как они туда залетают эти шарики, смотри а наш, ремонтный шарик ну блин это как раз, видишь, тот, который нашли на помойке о, спасибо, смотри елки, и он тоже не встает сюда что делать? притрется какой смысл, ну ладно, давай вот так в классике утверждаю, что нужно широкую на широкую нет, широкую на широкую как раз нет если широкую на широкую делаешь, у тебя клинит его это уже пройденный этап, Олег ну ладно да нет, Олег прав в смысле? если широкую на широкую делаешь то его клинит не знаю, не знаю вот сейчас вот он окей, то есть не встает не встает да? ну окей, давай попробуем провернуть на вот так вот сейчас, широкая на широкую узкая на узкую давай попробуем мне кажется, ни хрена не будет работать вот широкая на широкую, узкая на узкую нет, надо наоборот то есть должно быть вот так у тебя в сепараторе одинаковое расстояние? сепаратор симметричный да Балатска, помнишь, мы воевали тогда с ними? или это не с тобой было? на Октаве это было, потом на Гольфе это было да это каждый раз происходит вот, вот, да правильно я все собираю это из-за шарики видишь, она вылезает она дает возможность вот в такой конфигурации ходить ей туда-сюда все, вот у нас все правильно вот сейчас мешает толщина шарика вот сейчас сто процентов дело в шарике в его толщине а собрана она у нас сейчас правильно чего, Порш? фарши а, оригинальная граната неужели бэушных не было? блин, узкая на широкую ну блин, что вы мне рассказываете? ё-моё нашел кого слушать специалисты тут все блин, сколько мы уже времени потеряли почему мы до сих пор не катаемся на МЛ-ке? шариков не хватает да, короче, итак не удалось найти подходящий шарик в принципе, четыре шарика это неплохо все, просто в идеале вообще, новую гранату собрали жаль, шариков не хватает но выглядит она как новая смазку не хочешь закинуть? да нет так сойдет давай, да, кстати вот сюда как раз и закину смазку все, этой гранати хватит на четыре шарика ну что, сюда-то не будешь шмалеть? давай, Олег ты просишь, смотри вместо шарика вот сюда ну, хоп, смазку и вот сюда вместо шарика смазку нормально? великолепно, я считаю все итак, это лучший в мире кардан и мы его собираем главное, теперь вот эту сторону не проворачивать а втыкать так, чтобы он постоянно влесел прямым помнишь, да? как это засовывалось? не очень хотя как раз в повернутом состоянии оно и засовывалось вообще, если бы мне сказали там, год назад что мы можем оживлять машину вот такой гранатой я бы удивился я бы сам удивился, Балацко я, блин, сам в шоке от этого ну, какие еще варианты? предложи хоть что-нибудь единственное, я не понял почему вот эта граната с этой стороны такая можно подержать его прям за карданцем? что с ней не так-то? ты посмотри, что ну, это правильно, что ты сюда не заглядывал? здесь-то, может, тоже шариков не хватает? я уже тоже так думаю давай посмотрим в эту сторону тоже е-мое нет, здесь все шарики на месте ее просто клинит саму по себе просто мы на, еще раз мы на эту МЛ-ку потратили так много, у нас мертвецы там, блин в очереди стоят а мы тут человеку делаем работу, которая в любом сервере вести, могут ему сделать просто поменять кардан будем честны, которую, по идее не надо было бы делать вообще по-хорошему да должен быть такой кардан для которого это не нужно просто я засовываю в эту сторону этот кардан, да? все, все, спасибо и объясню то, что мы сейчас делаем в любом случае будет сниматься сюда и залезаться, ты это не оставишь никак в таком виде то есть кардан без двух шариков в шарусе, ты не оставишь и на трех болтах кардан ты не оставишь поэтому все, что мы делаем здесь сейчас, сюда будут залезать люди и устранять, прежде чем эта машина будет ездить поэтому я не вижу смысла сюда сильно вкладывать силы наши потому что у нас нет ресурсов сделать это хорошо и навсегда мы можем только временно сделать а когда мы делаем временно, какой смысл делать это идеально идеально и временно слушай, ну в среднем на кардан у нас шесть болтов ровно половину у нас сначала оба кардана были по два болта и то, чтобы ты понимал ни одного болта в этой эмельке не было все эти болты мы покупали на разборке все наконец-то опускаем эмельку, делаем адаптацию едем кататься вот без адаптации просто проверить, что будет но он так же сейчас этот похоже, он будет писать, что у него слетели адаптации ошибка висит, системшот даундуя анинтернал фолтинг компонент А80 ой, окей, ладно а что происходит, балацка? нет происходит какая-то задница ну че, не хрюкает? есть проблема, Олег какая? ошибка никуда не делась и вот этот тут бесконечный вереск говорит о том, что он не может у него все то же самое я провел адаптацию адаптация прошла и ошибка осталась та же самая интернал фолтинг компонент а какой номер ошибки? 19-20 я, конечно, могу еще раз зачистить ошибки но я чувствую, что это то, чего я боялся потому что, еще раз говорю, этот мужик не сказал ни одной причины почему это могло быть он сказал, что первый раз видит такую ошибку в блоке но все равно взял 20 тысяч рублей гигантская вероятность гигантская вероятность что 20 косарей были отданы абсолютно зря и этот блок надо менять ему просто не помочь нахрен нужен такой ремонт чел открывает блок подключается к блоку видит ошибку, которую никогда не видел открывает блок не видит ничего подозрительного но все равно вместо того, чтобы позвонить и сказать ребят в вашем блоке чего-то, чего я не встречал не гарантирован результат нет, вместо этого он делает свою стандартную работу берет за нее 20 тысяч и нахрен эта работа не дает никакого результата блин, это просто жесть в этот момент я был в трансе мы что, реально просто так просрали 20 тысяч рублей на самом деле мы рассчитывали, что этот блок приедет мы просто его поставим прокатимся и даже владельца вызвали на этот день чтобы отдать ему машину но получается так что приезжает блок мы его втыкаем он не работает а владелец уже приехал и так виталий в первую очередь вопрос вот этот кардан который вы привезли передний это кардан от этой машины? нет не от этой машины от нее очень много как выяснилось потерялось то есть выхлоп я покупал тот в итоге оказалось не тот в сервис я обратился позвонил человеку говорю где мой выхлоп он говорит я тебе вместе с машиной отправлял на эвакуаторе я даже специально в свое время когда приехала она ко мне на эвакуаторе была сделана фотка на эвакуаторе выхлопа не лежала понятно вопрос другого кардан тоже сказал в багажнике нету сейчас вернемся к кардану вопрос к глушителю выхлоп от 113 мотора покупался на эту машину вообще? был родной выхлоп его переварили а под этот? а вот кто переваривал фланец на коллекторе выпускном фланец переваривали зачем-то нам пришлось коллектор другой купить из-за этого угу ладно он полторы тысячи стоит это самое дешевое что в беушине есть беушный вопрос с карданом по чем был куплен кардан? за две тысячи за две тысячи? да и это самый живой который я нашел за две тысячи? да вообще-то я открывал ценники на эти карданы я смотрел по пятаку они висят и все убитые по такому пятаку они под 20 тысяч стоят откуда этот кардан за пятак вообще? серьезно? за две тысячи я его взял ну я понял что за две тысячи я объясню почему потому что в нем в его шрусе не хватает шариков этот кардан на выброс ну в плане того что надо менять ему шрус вот поэтому сейчас кардан мы установили прямо в таком виде у него 4 из 6 шариков в таком виде есть нельзя это вообще жесть болтов на кардан мы не нашли болты на кардан нам пришлось отдельно покупать потому что и то не все мы купили все бэушные которые можно было купить и нам не хватает еще 6 болтов их можно купить новый по 600 рублей то есть то что сзади лежали пакет с болтами вообще нет там нет даже карданов болтов ни одного это жесть ладно хрен с ним короче есть одна проблема в машине сейчас проблема в коробке а точнее в блоке АСМ так как здесь селектор электронный подруга есть специальный блок который коробку переключает в нужный режим и вот этот блок сдох мы отдали его в ремонт и за этот ремонт отдали 20 тысяч и он вернулся оттуда такой же неисправный как и уезжал вот сейчас мы будем созваниваться с мастером с этим обсуждать потому что это какая-то жесть 20 косарей было отдано и нифига это толку никакого не дало просто для информации как бы не закончился наш с ними диалог этот блок надо будет менять а менять его на другой и другой его перепрошивать и поможет перепрошивку он механически внутренне неисправен и минимальную цену за которую я нашел такой блок это 40 тысяч ну 38 офигеть да есть за 80 ну я понял оригинальные и это не новый они все оригинальные не оригинальных этих блоков не бывает это все точнее ерунда меня волнует только такой момент мы изначально приехали на оживление автомобиля по электрике был запрос что 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 то там в машине не работает так вот после того как мы завели эту машину оказалось что в ней все в порядке и мотор троил на трех цилиндрах он не работал никогда он на всех цилиндрах работает только у него есть дыра в коллекторе которую кто то по безмозглости своей не подключил это вакуумный усилитель тормозов вот здесь трубка который выходить вакуум ее просто не подключили из-за этого там был дичайший подсос воздуха раз была порвана трубка на мап два и еще какая-то вентиляция картерных газов была не подключена сзади под дроссельную заслонку вот как только мы все это подключили все отлично работает мы мы столько времени на эту машину потратили для чего здесь нет поломки в этой машине ее просто надо собрать было ну по факту если бы свап доделали то просто она бы завелась и поехала и все и не было бы проблем вот окей, ладно, хрен с ним мы взялись мы столько сил потратили я думаю мы доведем это дело до конца один момент для чего вообще здесь это важный разговор просто каждый раз когда я звоню Никите говорю Никит надо согласовать то-то или то-то или надо чтобы он что-то где-то там нашел владелец Никита мне говорит что слушает бесконечное нытье о том что у меня нет денег у меня нет того у меня нет сего ну так вот ну так и есть мне сейчас пришлось залезть в большие долги чтобы все это дело закупить найти там туда-сюда все это понятно речь про то что в то время пока вы тратите время на поиски денег мы со своей стороны точно так же эти деньги теряем я это к чему говорю к тому что мы не просим деньги за работу нет я в курсе но запчасти будьте добры оплатить причем запчасти без единой наценки мы подписались на это мы взялись за это если например в какой-то момент нас бы что-то не устраивало мы бы отдали нафиг эту машину и забыли окей мы доведем эту машину до конца в любом случае просто прайс который сейчас был озвучен увеличится а вопрос тебя мучил почему сваперы прекратили заниматься почему прекратили заниматься этим свапом так я говорю у человека на тот момент ушли все электрики сервис там вообще под вопросом встал и плюс ко всему я теряю работу с ним созваниваюсь говорю что как вообще с машиной будет будут подвижки не будут он говорит я не знаю ближайшие полгода я точно тебе ничего не смогу сделать потому что у нас нету электриков кто кто доделал бы проводку тебе вот можешь спокойно ее в принципе забрать если найдешь электрика пусть они тогда доделывают тебе я ну окей я работу потерял машину забрал мне наверное дня три или четыре ушло на то чтобы я нашел электрика то есть мне друг посоветовал мне говорит пассата полностью от и до перебрал всю проводку попробуй созвонись с ним договорись я созвонился с ним через три дня машина ну это все летом было машина уехала на эвакуаторе туда в истру к нему и вот это все он делал и полтора года полтора года я так понимаю она просто тупо у него стояла возле сервиса ну вряд ли просто тупо потому что еще раз говорю по электрике все сделано в машине то есть скорее всего свою работу он сделал а почему тогда он не смог сказать мне что типа ну как бы тут все все ок возможно он вот я тебе дособеру ее тогда обратно если он сделал пассаты возможно он так же как и мы не имеет очень большого опыта работы с мерседесом например проблема почему машина не крутит стартером отняла у нас три дня оказалось что надо просто адаптировать коробку и все сразу заработало тогда я на приемку расплачиваться и помчал извините за неудобства не ожидал честно да все нормально а еще есть один момент вот как раз перед уходом я насколько помню находясь там вы говорили что вы в принципе типа помогали людям подбирать автомобили ну да друзьям знакомым а себе типа купили такую неудачную машину в кредит да который платите до сих пор да один вопрос о чем вы думали когда покупали эту машину в принципе глаза разбежались увидел я говорю вот у меня есть дурная манера влюбляться в машину так я вот когда его увидел в этом салоне я влюбился а еще и в автосалоне он был куплен в АТЦ Москва нет это была господи Бутово есть там паркинг и в этом паркинге как раз автосалон там то ли армяне то ли хрен пойми кто короче сидит вот я не знаю существует он сейчас до сих пор или нет этот сервис но когда я вообще оформлял его в кредит мне сказали что на него будет гарантия и что потом если вдруг что-то произойдет позвоните мы вам за это за свой счет это все починим соответственно через 4 дня ломается двигатель я звоню туда мне говорят а вы дополнительный договор-то не подписывали вы только с нами этот господи какой-то вип-сервис что-то такое подписывали где мне по сути по звонку пригоняли эвакуатор забирали машину отвозили это ринг-м вот эту штуку мне втюхали за 8 я тебе потом расскажу это такая классная штука вообще как люди бабки рубят на ровном месте да я знаю с бедолаг так ну вот соответственно я в салон позвонил мне сказали ничего не знаем мы договор с вами не подписывали делайте что хотите ну и соответственно там вот так вот за голову схватился думаю что уже делать начал искать варианты ну соответственно потом оттащил машину в сервис посмотрите я говорю что с мотором оживет он не оживет есть шанс его починить или нет казалось что он не оживет там просто три дыры в блоке надо менять мотор вот вот вопрос я как бы все понимаю но человек который занимается подбором автомобилей вот например я когда сам занимался подбором я естественно как и все в этом мире не могу обладать знаниями по всем маркам и моделям и поэтому если допустим у меня приходит заказ на какой-нибудь автомобиль с которым я раньше не сталкивался то с чего я начинаю подбор или диагностику это я тщательно и детально изучаю все слабые места этой машины в интернете давно все есть и к моменту когда я приезжаю к машине я уже предполагаю обладаю определенными знаниями что у него например слабая рулевая рейка у этого автомобиля или там я не знаю выгорают диоды в заднем фонаре или что-то еще если просто открыть любой форум по мерседесам и в принципе вбить туда буквы и цифры М272 то нельзя найти ни одного положительного поста про этот автомобиль ни одного то вылетит 50 миллиардов страниц где люди вешаются с этими моторами и как в здравом уме можно покупать себе машину с самым беспонтовым мотором мерседеса за всю историю мерседеса строения вот я и изучать уже после покупки полез это своевременно и еще один последний уже точно последний вопрос форт фокус 3 вы его покупали? я его обменял на линкольн какой линкольн? в свое время я выиграл линкольн навигатор у блогеров вот они там перебирали мотор полностью и этот мотор у меня проходил полгода потом сказал кря я нашел сервис где мне начали его чинить купил на 160 тысяч запчастей через два дня мне звонят и говорят твой мотор приехал его заклинило так и он тоже на учет не стал? нет он на учете на мне был с ним проблем вообще не возникли а что за розыгрыш был такой? как его выиграть можно было? покупал билеты за тысячу рублей в кино? да в кино ну господи у меня даже до сих пор есть как память храню кто, билеты? билеты я купил всего один из двух тысяч человек которые купили эти билеты вот он мне достался сейчас Болоцко а почему ты не участвовал в розыгрыше линкольна навигатора? да спасибо мне два дня ездить на навигаторе а потом на фокусе нахер не надо это вот билет я его специально заламинировал как память ага и вот он линкольн навигатор недолго эта память конечно существовала а это его фотография этого линкольна? да это вот машина окей а и как я понимаю тому сервису, который свапал мотор вы не заплатили из-за вот этого? да нет это уже у электриков как раз а это электрику? да а сервис, который свапал мотор с ним все в порядке? да а кардан и выхлоп остался у сваперов или у электриков? а сваперы сказали, что они отправили вместе с эвакуатором на эвакуаторе кроме машины больше ничего не было короче я даже фотки просто три слова по дороге получается я спросил, я говорю, может он по пути я говорю, хреново прикрутили может она не потерялась или еще что-то машин снесло кардан в лоб прилетел глушители торчат такие у кого-то в машинах ну, по поводу АСМ я тогда от вас везти и жду да будем сейчас звонить этому челу общаться с ним в воскресенье вечера что он там наворотил с этим блоком и узнавать каких шариков не хватает и в этом блоке и в этом блоке, да да в этот же день, когда владелец уехал мы решили позвонить тому самому ремонтнику его зовут Игорь Иванович и спросить сможет ли он нам этот блок обменять или починить уже, чтобы он работал но, к сожалению он не взял трубку поэтому звонить ему пришлось на следующий день итак, мы только что отписали генлинию на бентли на первую часть но это не важно главное, что мы звоним Игорю Ивановичу чтобы понять, сможет ли он починить этот блок по итогу или он нас просто кинул на 20 косарей и смотри, у него дурбей на аватарке он что, офигел крокодиль и поступок совершать ой, это же дурбей это брат дурбея но не может не может человек который любит котов кинуть нас на 20 тысяч да, слушай здравствуйте смотрите, я по поводу блока на мерседес мы вот вам пару дней назад отдавали со 164 мельки вся проблема в том, что он не заработал после ремонта ну, ошибки вы сфоткайте ошибки какие-то в нем а я вам и так скажу 19-20 там ошибка висит ну, лучше бы если бы вы сфоткали конкретно эту ошибку а так, ну, завтра можете провести и я постараюсь сделать и другой заменить психологически вам хочется его поменять да поменяем завтра не проблема завтра поменяем спасибо большое всего доброго итак надеюсь, что сегодня заключительный день ковыряния с МЛ-кой и, как вы видите, я сегодня один не то, чтобы Олег не должен был приехать он должен был приехать еще полчаса назад но, по какой-то причине он не отвечает по телефону и при этом его здесь нет возможно, он проспал у нас нет времени ждать потому, что у нас приехал, наконец-то, блок в общем, Игорь Иваныч по итогу оказался нормальным, адекватным челом который сказал ребят, без проблем я вам этот блок поменяю и поменял его более того, поменял уже на блок континенталь а не на блок сименс, который до этого стоял то есть вероятность, что этот блок заработает гораздо выше, потому что я в интернете нашел информацию, что эти блоки гораздо надежней сейчас наша задача очень простая наверное, Олег звонит чтобы сказать да, это Олег звонит чтобы сказать, что он проспал алло да, Олег, привет привет, Эльдар слушай, сорян, я проспал я уже это понял, Олег это было очень легко просчитать приезжай, как сможешь или ты хочешь слиться со всем нет, нет нет я, блин Олега наизусть знаю выучил уже поэтому, если Олег не отвечает значит, он спит короче, итак блок у нас в руках машина у нас на подъемнике ничего не мешает, чтобы установить его и, наконец, проверить давай, Балатка, делай свои ставки потому что кроме тебя здесь никого, по сути, и нет больше говори, как ты думаешь все заработает и поедет или нет? думаю, что да шансов, что он не поедет нету, никаких абсолютно ты думаешь, что сейчас просто втыкаем и все сразу едет, правильно? да, потому что потому что потому что потому что потому что другой блок совершенно блин Игорь Иванович вообще респект ему мужику, потому что я ему позвонил даже не пришлось ругаться даже вообще слова не пришлось говорить то есть я ему объяснил ситуацию он вспомнил наш блог я ему объяснил ситуацию в общем он такой сразу без проблем ребят, я вам дам другой блог так что Игорь Иванович респект респект я могу побыть Олегом его сказать его реплику давай я просто утром читал сценарий Эльдар да может быть перед тем как ставить этот блок мы его сначала подключим и пощелкаем в разные стороны нет, Олег мы не будем этим заниматься потому что у нас нет на это времени что за глупые предложения я уверен, что все сразу поедет вот нет времени объяснять вот ну ты кстати правильно жил роль Олега именно этим Олег и занимается итак в принципе все у нас готово опускаем машину подключаем лаунч адаптируем этот блок АСМ и проверяем как четко и быстро он работает слушай, а в нем такая же ошибка висит может он нам просто крышку другую поставил стираем ошибки так приятный приключение зажигания насос отрабатывает все, машина как бы готова ехать все, ошибки все стерты ошибок в блоке АСМ нету мы как будто новые поставили все идеально сразу работает и все адаптируется просто жесть нам надо завести машину прогреть ее и выставить уровень масла итак я сейчас завожу эту МЛ включаю драйв она начинает ехать и после этого мы просто оставляем ее заведенной чтобы она прогрелась точнее коробка прогрелась и проверяем уровень масла мы сделаем все чтобы когда приедет Олег ему вообще ничего не надо было делать чтобы он понял что он приехал зря как четко она заводится итак впервые после десяти лет стояния там где-то после четырех лет стояния эта МЛ трогается я просто нажимаю драйв он включился и просто отпускаю тормоз мы поехали баланска что это за звуки? на кардан похоже похоже не на кардан а может быть даже на гранату может у него какая-то граната еще выскочившая левое переднее колесо перестало крутиться переднее чуть-чуть пошло заднее ой такие страшные звуки это переднее левое колесо ладно сделаем вид что дело в том что у нас полностью вывешена подвеска передний левый привод под большим углом и поэтому там в гранатах есть да, Мерседес не рассчитывал на такое да, конечно не рассчитывал для того чтобы правильно выставить уровень масла в коробке необходимо прогнать ее по всем передачам и мы решили это сделать прямо на подъемнике и в тот момент когда ты воткнул драйв и отпустил тормоз произошло страшное из машин начали задавать какие-нибудь стуки хрусты и стоны эта МЛК вообще похоже не хочет ехать блин просто жесть что это может быть в тот момент мы не знали но решили что это дело мы отложим на попозже потому что сейчас необходимо выставить уровень масла в коробке 24 градуса а нам если не ошибаюсь нужно 45 придется немало подождать насос ГУРа воет я отсюда слышу елки посмотри на передний шкив коленвала а я сейчас сразу знаешь что могу сделать так как масло холодное сейчас если я откручу пробку и оно польется значит добавлять нам точно не надо будет это логично значит когда оно прогреется уровень точно будет выше если он сейчас выше а если я сейчас откручу и уровня нет то с огромной долей вероятности нам придется его добавлять офигеть масло смотри какое там вот наше новое перемешалось со старым и смотри какая там жесть и видишь уровня масла нет так все температура достигнута проверяем уровень масла да масла не хватает ну че надо по-быстрому пока коробка не начала перегреваться заливать туда еще о нифига себе Олег Олег, мы уже поняли без меня справились да Олег там не понял маласка сегодня играла твою роль, роль Олега у него очень хорошо получалось душнить да блин смотри я уже 3 литра залил в коробку а в ней даже близко нет уровня потекло наконец-то мутненькое получается еще 4 литра я туда добавил я откручиваю и ты ловишь его чтобы оно просто текло давай у нас с тобой слаженная команда Олег ё-моё его прям много течет да сейчас перетекать начнет нужна еще одна емкость ай-яй-яй Олег все да тащи другую вот она лежит здесь все я думаю нормально потому что там мы уже чуть-чуть коробку лишнего подогрели потому что пока я заливал масло в коробке должно было быть меньше должно быть в районе 40-35 а у нас уже 48 уже почти наступило время выезда однако перед этим нам нужно собрать машину и еще у нас пришла в голову идея все-таки зашить в эту МЛ-ку прошивку от ВИТО которая не отслеживает EGR продувку катализатора и прочее прочее мы точно теперь знаем что мотор работает очень хорошо к нему нет претензий у него нет пропуска он мега ровно и отлично работает а значит нам уже для диагностики полноценная прошивка не кастрированная не нужна поэтому Олег сейчас займется тем зашьет туда эту прошивку хорошо что у нас был ВИТО до этой МЛ-ки и у нас есть эта прошивка кастрированная мы ее зашиваем чтобы человек не горел и не вылезали лишние ошибки а я пока займусь сборкой салона сразу говорю я не буду собирать этот салон окончательно я сейчас просто закину туда сидушку прикручу водительскую сидушку чтобы могли прокатиться потому что здесь огромное количество пластика каких-то кронштейнов и прочего плюс нет вот этого доп аккумулятора и прочее это все говорит о том что владельцу надо будет туда лезть еще раз поэтому сейчас окончательная сборка этой машины не нужна плюс к тому же по-хорошему надо снимать полностью ковролин делать химчистку и это все надо делать на разобранной машине поэтому чтобы не тратить свое время в первую очередь мы сейчас будем действовать таким методом еще нам надо разобраться с багажником с замком багажника чтобы он захлопывался он, кстати, захлопывается вообще, нет? ты думаешь, он само починился? нет, я хочу хлопнуть ему и посмотреть, что будет вообще ничего не будет ну давай положи сердце нас на руку зачем мне класть сердце на руку? мы просто признаем то, что даже через полгода мы приедем в гости к этому владельцу у него будут те же хомутики ничего не изменится, да я не сомневаюсь в этом вот и все, смотри заводская проводка заводской хомут по заводскому все проведено я бы не понял, что так не должно быть все равно найдется кто-нибудь в комментариях кто напишет, а что вы не доделали до конца все идеально всю проводку ему не проложили заново один видос в год вот что сложного было сделать это два года назад вот то, что я сейчас делаю и тогда вода не попала бы в мотор вот, вот так теперь она попасть не может она бы текла вот сюда и ДМРВ там глубже она на ДМРВ бы не попадала это вода все смотри, как четко даже стоит, смотри я ведь не прикручивал ничего смотри, насколько она жестко стоять сразу стала и все, понимаешь ничего не было сломано надо было просто продуть эту полоску от грязи и вставить в нее эту фигню все, видишь я же волшебства никакого не сделал что, ты проверяешь или просто втыкаешь окончательно уже? да уже, наверное, окончательно хорошо а потом проверить надо будет как всегда да итак, от винта заводим Мерседес с отшитыми ненужными системами все завелось и даже чек не горит все, Олег, можешь не паниковать ну, замечательно вообще все супер серьезно вообще все идеально ну-ка насмерть все все, все духи прикручены все сделано остался самый последний штришок разбираемся с замком багажника и можем уже ехать можем уже ехать есть ведь замечательные веревочки, да? да похоже, что мы сейчас будем их использовать блин, замок, посмотри, как будто восставший из ада ну, кто так ремонтирует? я ну, конец, блин, ему что я сделаю? слушай, за ту половину можно тоже так разобрать, чтобы потом не заберется да и хрен с ним, я веревкой прикручу его просто и поедем мне сейчас нужно в течение трех минут понять едем мы с этим замком или без него? три минуты прошло, надо принять решение непростое ставим багажник на хомуты и едем кататься в жопу этот замок просто надо менять этот замок, потому что он мертвый и какой смысл вообще тратить даже одну секунду лишнего времени на это? короче, итак приматываем багажник проводами или чем-нибудь еще и едем кататься какой ужас бум я даже одним хомутом смогу его закрепить все на ходу багажник точно не откроется итак что, едем кататься? только нам руки помыть нет, не надо, просто едем кататься я думаю, что владелец будет рад хотя бы потому, что ему не надо будет денег доплачивать все, что он оплатил в прошлый раз мы, по сути, ни копейки больше не потратили из его денежек ты что делаешь? нет, ладно да ладно, Олег можешь пакетик взять, если хочешь? я просто думаю, там не масляные пятна хотя бы да нет, там просто крысы срали годами крысы, голуби срали но масла там нет тут реально какая-то плесень уже, блин я бы лучше сидел на масле все, Олег, садись, поехали у Олега в ногах тут, не знаю, целые целые просто бобины с проводкой но нас это не сильно парит о да ну, кстати вполне я тебе говорю, ты недооцениваешь МЛ-ку, это неплохая машина эээ, да, я уже пристегнулся да, я знаю, что ты пристегнулся Олег, тут пристегивается только водитель, прости да надо хомутиком как-то хотя бы нет ой у нас проблема у нас не работает гур а там жижа есть? по-моему, да насос же не воет надо, надо подкачаться да вот надо бы что-то фискером начало пахнуть, да? да, но на фискере было еще тяжелее вот тяжелее, чем у фискера руля я в жизни не встречал здесь намного легче насколько это возможно главное машину не коцнусь а то он нам заказнаряд не оплатит жесть какая хрустами, стуками, но мы поехали все, поехали о, дезаккординг битвин, что-то там да, надо, короче елки что происходит вообще это очень похоже может быть пневмы на место встают нет, это больше похоже на то, что у нас привода с приводами проблемы какие-то или это кардан кардан? по частоте это был кардан на маленькой скорости ну вот да просто если его сейчас и трясет ты чувствуешь вибрацию на полу? если его сейчас раком поставит и выломает его может выломать с куском редуктора так может не стоило бы хотя нет, нормально нам же нужно замерить 0,100 да? ну ты чувствуешь вибрацию? не, 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 блин мы не сможем поехать надо обратно е-мое ну чертовая МЛ-ка ну что тебе не нравится? ну это конец ну а что делать? ну это хана ну мы его размолотим да, да блин у нас проблемы, короче я не знаю, что делать кардан долбит вообще страшно я не знаю, что делать ну кардан у коня ну вообще на что мы рассчитывали когда мы ставили кардан без двух шариков? на что? на что рассчитывал владелец когда он покупал кардан за две тысячи? на что мы рассчитывали когда мы брали в оживлении эту машину? блин блин но этот выезд должен был быть не таким этот выезд должен был быть полным счастья и удовольствия а не боли и унижения окей сейчас поднимем о, Толя ты как раз здесь я хотел за тобой сходить давай поднимем эту эмельку еще раз надо посмотреть у нее долбит похоже кардан этот самый надо убедиться, что это он блин ну е-мая вся эмелька такая собранная так все классно ну почему? е-мое ну почему? а я с тобой драгги взял сейчас думаю замерить замерять 0,100 будем блин тут 0,10 то не замерить на этой машине замер 0 сервис да давай возьмем цвет давай, Олег, заводи ой ой так у нас погоди у нас мотор болтается давай, Олег отпусти просто тормоз смотри ой 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 что происходит? смотри задний кардан смотри как все прыгает нет, Олег, не нажимай тормоз оставь, оставь пусть крутится смотри охренеть это что такое? ты видишь это баланска? ой что и обо что? страшно, блин погоди ну долбит этот кардан точно я прям чувствую это он долбит вот звуки отсюда но весь смотри, весь прыгает мотор с коробкой весь редуктор передний вообще жесть вообще жесть Олег, а ты отпустишь тормоз? я это делаю а, у нас похоже, знаешь что? клинил кардан да, вот ну и вот это передний кардан вот даже смотри обо что он долбит? знаешь, в чем проблема то ли кардан слишком длинный а он в упор стоит и он когда срабатывает он получается длину то не меняет ага а я, кажется, знаю в чем дело все, Олег глуши нам надо разбирать задний задний шрус на кардане ааа в нем нету хода в переднем есть а в заднем хода нет вклинил он вклинивший надо разбирать его смотреть почему он вклинил и собирать обратно то есть мы сейчас не доходим до того момента когда спереди из-за отсутствия шариков что-то происходит намного раньше нам проблемы создает задняя часть кардана который у нас заклинил все логично ты спрыгнешь с такой дичайшей высоты, Олег? нет, не справлюсь убьюсь ноль все короче я говорил это много раз в этом оживлении но мы снимаем кардан ну жесть там наверху кстати находиться довольно страшно то есть ее вот так вот колбасит всю машину ты даже не видел что здесь внутри ты даже не знаешь что снизу тает когда Олег работает механом это так всегда весело наблюдать веселись, веселись посмотрю я на тебя когда паять будешь а я не буду паять при тебе чтоб ты не смотрел на меня когда я буду паять вот оно как конечно вот смотри этот у нас ходит а вот с этой стороны ноль а нет, тоже ходит все тогда точно конец это из-за переднего из-за заднего тогда быть не может смотри ну он подклинивает конечно кстати из-за этого может быть вибрация такая ну и что разобрать ее почистить собрать а что ты там увидишь там все чисто чим чинарем надо два шарика достать вот тут три ну кардан ты конченый здесь я с тобой согласен ну давайте давайте разберем эту гранату я не знаю но это конец понимаешь этот кардан надо было выбросить я вижу на твоем лице жажду разобраться с этой проблемой подержи пожалуйста вот так я вот так мне кажется если я ее не подержу хуже ему точно не станет я не знаю но его клинит прям вот клинит вот эту гранату прям клинит смотри все вот ее вклинило может пора звонить хозяину и говорить чтобы еще один привозил за три хотя бы тысячи нет нет мы просто разберем этот посмотрим на него соберем обратно и отдадим машину так все я хватит вы че блин вы офигели сейчас мы еще кардан вам времени девать некуда что ли там блин оживлений пятьсот машин стоит в очереди а мы карданами занимаемся ё-моё причем не профессионально так чистую тряпку ха-ха-ха ха-ха-ха на, может это почище ну давай ее тогда туф дай мне на Бават, как ты думаешь есть шанс у этой гранаты еще жить? нет, нет, нет нет ну ее клинит так же прям клинит, закусывает смотри, новая граната, вот так скажешь короче по итогу мы купили новую гранату вот так выглядят мертвому припарки а я еще не знал как это выглядит ха-ха-ха ставим ха-ха-ха-ха в принципе, пофига но раз Олег просит только ради его просьбы сделаем это но у нас же рубрика эксперименты у нас рубрика экскременты Олег эксперименты над экскрементами, да ну и что? а это сейчас все-таки подкусывает ну да, вот подкусывает и и вот проскачивает и мотор с коробкой прыгает в этот момент да вот он прям толкает коробку с мотором а просто надо было купить нормальный кардан или нормальную машину Толь, поделись опытом когда ты видишь такие карданы, шурусы и так далее вот это все, оно работает когда-то потом? нет, обычно становится только хуже а в итоге из-за этого может отрыгнуть еще что-нибудь там опоры оторвать давайте так кто надеется, что это вообще могло помочь? нет, нет нет таких людей ну ладно, давайте я сделаю вид, что я думаю, что поможет итак, поехали втыкаю драйв и едем одной ногой на улице я еще выпрыгну жуткая вибрация, вообще ну кстати если быстро ехать, то плевать на вибрацию о, вторая передача давай прокатимся поехали прокатимся опускайте машину поехали прокатимся ну мало ли, вдруг притрется а ГУР не работает там жидкость есть вообще? там абсолютно сухо там просто, просто максимально сухо и ты думаешь, что мы сейчас зальем жидкость ГУРу и он оживет? я думаю, да там вообще его нет там абсолютно сухо он поэтому не гужит уже наверное нет жидкость ГУР приедет через час-полтора пока едем так нет времени объяснять а там его нет, не сдохнет он? он если и сдохнет, то уже сдох Олег блин, ну он уже так жестко конечно все это делает, что мне становится страшно как Эльдару плохо вообще конец это боль просто какая-то ну остались только звуки вибрация тоже оооо что-то разработалось разработалось, только не в ту сторону по-моему все, поехали обратно все я не думаю, что мы сможем что-то сделать с этим что если мы сами закажем нормальный кардан привезем его и послезавтра поставим прокатимся на этой мэлике и только после этого ее отдадим по сути так будет, наверное, правильнее все-таки, блин, столько сделано всего вот она уже на ходу все вот одна маленькая деталь всего лишь и все 22 я нашел на авито нулевый оригинальный кардан за 22 там чел продает блин я бы себе на туарек только такой и брал вот сразу говорю я бы в жизни не ставил себе бэушный кардан не знаю если бы у меня был туарек я бы никогда в жизни не ставил бы на него мерседевский кардан я тоже не ставил бы, да на самом деле в этот момент у меня в душе просто разгорался огонь я заколебался тратить свое время, блин на то, чтобы пытаться восстановить мертвые бэушные запчасти просто из-за того, что владелец пытается сэкономить и покупает дешевые он привозит хлам и этот хлам нам необходимо оживить, чтобы поставить машину это просто взрыв мозга, блин поэтому я просто бомбанул и сказал нахрен мы впервые в жизни сделаем все правильно и я пошел к запчастисту и мы нашли с ним абсолютно новый оригинальный кардан за бешеные 22 тысячи рублей но я сказал мы будем его брать я просто не хочу больше тратить время покупая кардан за 2-3 тысячи рублей поэтому он был заказан и на мой взгляд это был правильный поступок итак приехало масло в ГУР и давайте, прежде чем мы его зальем сделаем ставки какая вероятность, что ГУР еще жив Олег, как ты думаешь после того, как мы его зальем он заработает? один процент даю так, Толя, твоя версия процентов 70 что заработает? я бы дал 90 что он заработает никуда он не денется Олег, ты недооцениваешь Мерседес слушай, ну легче крутиться стал то легче крутиться стал? да, смотри, я одной рукой могу хотя сложно заработал ГУР даже на заглушенной елки-маталки так, стоп стоп, погоди Олег, не крути оно все масло на полу я смотрю, уровень уходит там, блин, вот вытекло все к чертовой матери все вытекло, нафиг мы только что здесь убрали мы все мы просто не можем остановиться мы все время будем чинить эту машину теперь это изменится, когда реки потекут с пять солнце начнет сходить на западе или в пятницу, в зависимости от того, что случится раньше лучше отойди сейчас фонтан оттуда жахнем какой-нибудь ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой там литры льются просто тонны льются все конец короче, там трубки конец свальцовские трубки значит замена трубки гидроусилителя руля я пошел к запчастисту сейчас новую купим оригинальную тысяч за триста блин, это просто жесть текущая трубка ГУРа стала последней каплей, которая нас добила в этой машине нет ни одного целого исправного узла и помня о кардане я решил действовать именно таким же радикальным методом короче, с этой трубкой есть одна очень интересная штука если мы берем пробиваем на МЛ-500 эту трубку то она одного вида пробиваем на МЛ-350 другого вида но обе эти трубки кросятся на одного китайца поэтому завтра приедет трубка фирмы Крауф за 7600 рублей слава богу, что не за 40 тысяч а оригинальная 123 тысяч стоит тадам потратили еще 7000 владельца время радоваться что еще ожидает нас в этом великолепном оживлении Балат, как ты думаешь? ну давай ДМРВ уж разгулять я про ДМРВ вообще забыл не, не будем блин, оно ну он как бы не будем не будем, реально ДМРВ не будем владелец сейчас смотрит видос и выдохнул итак в тот момент, когда мы уже поняли, что конец что надо заказывать трубку Гуру и прочее и прочее и прочее и Олег уже начал навострять лыжи на то, чтобы уехать произошло одно очень важное событие вы этого не ждали но я видел Олег ты всегда самый хитрый но приехал кардан да и мы сейчас его установим абсолютно новый абсолютно оригинальный Мерседес Бенц я это буду не прекращать говорить the best or nothing Эта МЛ-ка вообще не верила, что у нее хоть что-то когда-то будет в оригинальной упаковке приехал целый кардан мне кажется владелец сейчас смотрит этот видос он просто вешается вы можете ненавидеть Мерседес вы можете любить Тойота, Ниссана или что угодно абсолютно не важно когда речь заходит про новую оригинальную запчастюлину особенно такую глобальную но нельзя нельзя не восхититься просто гениальностью инженерной мысли ну ты посмотри какой он ты посмотри шарики пересчитывать будешь? нет баласка час подсъемов кардана должен быть более того вы не знаете но за камерой мы решили вопрос с болтами решили самым простым и надежным методом как? просто взяли ваговские болты с кардана которые стоят в сто раз дешевле и у нас есть бэушные взяли бэушные ваговские болты они оказались чуть-чуть длиннее и то ли их все обрезал и фаску с них снял поэтому у нас теперь есть шесть оригинальных ваговских болтов блин, не знаю надо было засекать время по-моему быстрее чем мы кардан теперь никто не снимает блин, новый кардан ё-моё на такую МЛ впервые на этой МЛ кардан висит на всех болтах вы вообще такое видели когда-нибудь? это, блин, смертельный номер я даже это профессиональный дымбалат ты карманом хоть раз лампу ловил я понимаю, конечно, что все хотят узнать будет ли сейчас гремение и вибрация но настолько жестко масло гонит из гура давайте дождемся пятницы и в пятницу все узнаем мы уже сделали все, что необходимо но осталось поменять только одну трубку гура казалось бы, да, вот понятно, что потом еще что-нибудь вылезет, наверное но на это, надеюсь, мы закончим вот просто хочу напомнить, что в прошлый день мы закончили примерно так же не знаю, кайф эта МЛ прям помолодела на глазах получив новый кардан Олег, если бы ты получил новый кардан ты бы тоже помолодел капать оно будет продолжать поэтому ведро мы убрать не можем все вот теперь торжественно могу объявить что на сегодня все всем спасибо съемка окончена итак сегодня очередной я не хочу этого говорить давайте по-другому короче итак сегодня последний день ковыряния СМЛ надеюсь, реально последний все собрано осталось только разобраться с гидроусилителем и замком багажника поэтому все это было заказано и вот у нас уже абсолютно новая трубка гидроусилителя однако я рад, что даже в лютом Китае идет на гидроусилитель новый болт и две новых медных шайбы это раз и второе приехал новый замок багажника тоже легендарной немецкой фирмы которая без названия короче лютый Китай но не важно главное, что этот замок новый и я уверен, что он будет работать ну-ка проверим защелкнется нет защелкнулся и выщелкнулся все давай я тебе дам выбор Олег что хочешь из этого установить ты в этот Мерседес грязную беспонтовую хрен пойми как откручивающуюся трубку Гура или чистый великолепный замок багажника конечно же чистый великолепный замок багажника вот именно поэтому ты и будешь ставить трубку Гура на а я буду ставить замок багажника да сейчас придет отберет скажет давай я сам поставлю ты Олег, ты не справишься с этой работой я тебе точно так говорю вот началось я же говорил все настолько в говне блин в этой МЛ эх жаль нет славы а то он бы так все быстро здесь поставил наверное да баланс олег олег как дела нормально получается конечно все получается особенно вот этими оригинальными запчастями фибест орнасинг а вот самый главный вопрос в мире если у тебя есть на выбор старый оригинальный вот этот вот рестрикторный болт или новый китайский какой лучше ставить конечно новый китайский тогда будет две попытки итак торжественно достаю из Мерседеса его старую трубку Гура смотри здесь изгиб видишь вот сюда возможно это даже лучше да потому что вот это вот как раз вот в этом месте касалась да вот она касалась а здесь изгиб есть Гура то есть мы поедем через пару секунд да только ты тоже поедешь мы на это очень надеемся я в чистом вообще-то да я понял почему он так тяжело идет этот болт сейчас окажется что у него другая резьба ну что момент истины пробуем а доводчик аааа ни хрена себе вот хорошо что мы не стали его затягивать смотри что китайский болт выше на полсантиметра блин офигеть все я со своей работой справился Олег красава я тоже бы со своей справился если бы какой-то китайцы не положил более длинный болт все блин насмерть закрутил давайте давайте товарищи сделаем ваши ставки кто считает что гур сейчас заработает да мы тогда ставили ставки давай еще раз проценту 90 я считаю что заработает то ли в смысле 90 а так трубка новая и жидкость новая еще новая короче Олег твои проценты заработает даже ты теперь переобулся почему переобулся теперь другие обстоятельства о жидкость ушла я уже вижу потому как то ли крутит что она работает погоди пока не глуши идеально вообще воздуха нет ничего нет ну чё гур работает замок багажника работает пневма работает коробка работает уровень масла выставлен в моторе в коробке везде кардан крутится все надо просто садиться и ехать нет вариантов поехали кататься охренеть неужели это случилось мы на всякий случай взяли с собой сразу прибор для замера разгона все-таки хочется проверить как эта мл-ка едет потому что на эти мл-ки ни разу 4 и 3 мотора не ставились вот заодно сделаем замер мотор работает у нас идеально вообще смотри, кардан не хрипает да, уже потому что новый Олег оригинальный прям удивительно вообще все все олег ничего там внизу не хрюкает не гремит блин вообще вообще прям вообще вообще это значит великолепно едет да да вообще просто я еду на отличные мл-ки я прям еду на отличные мл-ки ну тут все грязно засрано провода что-то еще но именно от езды у меня ощущение как на отличные мл-ки все же он с ним вылил у него сход развала вообще нет на нем разбиться можно офигеть он по дороге плавает вообще нет сход развала твари что такое ощущение что что-то с подвеской не так блин там не прикручен был бублик к коробке может у него еще подвески чуть не прикручена может там еще подвеска да вот наполовину не прикрученный рычаг да 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 ну реально да кстати ну он прям плавает узнай какой огромный люфт вообще в руле у него колеса вот так наверное стоят так что давай сделаем замер 0100 у меня все включено вот скажи ты постоянно говоришь что я скоро сдохну это будет не сегодня? нет нет Олег ну тогда поехали ни хрена себе а ну да коробка явно что-то с коробкой явно что-то не так ну мотор раскручивается ты видел какой подрыв был? да ой-ой-ой-ой руль вообще просто гуляет ну короче сотку мы дали, но знаешь, у меня такие ощущения были когда у меня на МПВшке отвалилась рулевая рейка ну кстати здесь с рулевой прям проблемы жесткие я сейчас получается разогнался и у меня машина странное ощущение, у тебя машина по дороге вот так уходит влево или вправо ты рулем играешь, а она при этом не реагирует у меня такая же была хрень ну я тебе скажу, знаешь сколько он едет сколько? вот даже учитывая жесткий затуп коробки секунд семь, но сейчас девять сорок две какие семь, ты смеешься что ли? семь, он даже пятилитровый не поедет я думал просто пол секундочки скинуть иди прокатись Олег, пришло время короче, если кто-то думает, что это просто покатушки, нет для Олега критически важно прокатиться на этой МЛ, потому что два года назад была вероятность, что Олег будет ездить именно на такой МЛ ну только с состоянием получше, но именно на такой на 164-й да ну да, с коробкой здесь явно есть беда с коробкой здесь беда удивительно приятные сиденья да кстати это же Мерседес причем криво стоящий руль Олег, давай сразу скажем так технически эта машина в идеале все, что ты здесь ощущаешь присуще всем МЛ вот она в идеале абсолютно с подвеской здесь нет проблем сход-развал здесь идеальный не, мне дискач нравится больше ну вот что не делаем я пока что не встретил тачки которые бы мне понравились больше, чем дискач но это Мерседес, Олег это Мерседес никакого сравнения дискач круче вот однозначно это же Мерседес ну прям уж круче круче окей ждем владельца и не дай бог кто-то заигнется про то, что а что мы отдадим машину с такой пинающейся коробкой я блин Олег, ты хотел это сказать, да? да но я теперь не буду не надо очень не надо итак только что приехал Виталий и прежде чем началась съемка он ко мне подошел и говорит что будет очередная порция негатива нет очередная порция негатива не будет впервые за все это время будут позитивные новости угу обратите внимание машина стоит на улице да а не в цеху на поднятой пневме да, на поднятой пневме потому что мы сегодня на этой машине даже покатались угу все все вопросы с которыми изначально вы обращались сюда они решены машина едет и вроде бы неплохо все но на самом деле нет вылезла еще куча других проблем угу с которыми мы к сожалению уже разбираться не будем это уже на мне вот одна из этих проблем это коробка передач которая возможно потребует вмешательств а что с ней? она была в нормальном состоянии тут как бы все было в нормальном состоянии когда-то короче что с коробкой передачи происходит она тупит при переключении с первым вторую со второй на третью у нее задержка она пинается на ходу и так далее очень похоже на то что для устранения этой проблемы достаточно будет залезть внутрь снять гидроблок промыть его и обратно все прикрутить почему то есть клапана скорее всего забит гидроблок сами клапана не знаю но больше похоже на то что просто подзабит грязью в чем прикол как только мы залили туда масло ушло туда масла очень много она вообще была пустая практически но залив туда нового свежего масла при выставлении уровня часть масла обратно сливается так вот оттуда полилось такое говно ароматы ванили ужасный запах масла вот смотри мы залили туда напомню где-то 7-8 литров нового масла и даже после этого оно выглядит вот так после 7-8 литров масла из 9,5 полного заправочного объема полтора литра чего там было залито чтобы настолько испоганить все масло ты посмотри отработка от дизеля вот реально я даже не знаю что там было залито это просто вот это катастрофа судя по всему там совсем было все плохо с остатками старого масла и поэтому то что сейчас здесь залито лучше будет как бы ну это будет как промывка этой коробки его надо будет после этого слить и поменять но просто так туда лезть не надо надо туда залезть сразу имея в руках новую прокладку новый фильтр и снять гидроблок это делает вообще в любом сервисе снять гидроблок разобрать его весь промыть обратно собрать все поставить залить новое масло и я дам примерно процентов наверное даже 55 больше чем 50 процентов что она живет и поедет потому что в остальном она вроде работает неплохо но это вроде не убиваемые коробки особо да торжественно вручаю вам ключ от вашего автомобиля можно сесть завести и она даже поедет и это удивительно и так же наверное вперед и назад мы поменяли замок багажника потому что он был мертвый теперь замок багажника работает а почему сейчас не работает надо наверное открыть машину сключал не алло ключ в ключе но мертвая батарейка как мертвая я недавно менял понятно я не знаю ключ не работает я предположил что у него индикаторов никаких нет может дело не в батарейке значит ключ отвязался не исключено но самое главное что он с нее заводится почему добавилась сумма к той которая была изначально ну это я так понимаю замок и был это был не только замок ну последний раз когда я смотрел 11000 стояли бэушные родные а они оригинальные по моему взяли за 6 этот китайский в общем как только мы завели машину мы увидели что у него не работает гидроусилитель руля да вообще не работал а он новый ставился покупался новый здесь все новое ставилось я заметил просто вот мы смотрим все старое дерьмо мертвое я отдавал когда мотор привез мне попросили гур найти купить я покупал новый гур и отдавал в этот сервис новый или другой новый прям новый прям новый оригинальный нет не оригинальный ну ладно это не важно главное в чем прикол мы залезли туда начали разбираться с гидроусилителем и оказалось что трубка напорная от насоса до рейхи по вальцовке вся течет течет так страшно что ты заводишь оттуда прям литрами короче давления нет это не работает гур да почему мы взяли новый оригинальный кардан просто потому что я чисто говорю я уже просто горел я уже просто горел от ненависти от того что мы тратим время пытаясь из говна собрать что-то и поэтому я сказал сразу чтобы решить этот вопрос сто процентов раз навсегда мы берем новый ставим и нет проблем так и получилось поставили новый кардан нет проблем короче нет времени объяснять вместо тысячи слов лучше один раз прокатиться и вы все сами поймете поехали слава богу что она поехала слава богу что она поехала я убил на нее столько времени и нервов не представляете честно представляем мы убили не меньше времени и денег итак какие ощущения кайф кайф честно не знаю самое последнее что на этой ML мне кажется ощущается это кайф ну у всех понятия свои как бы мы даже замерили ее 0100 она 9.6 показалась жутким затопом коробки то есть если коробка не будет тупить и будет вовремя переливать у нее вообще 11 что ли с чем то не может быть не не с таким мотором она будет ехать я думаю секунд 8 это будет ее разгон 8 секунд и рулевое прям все убитое вообще мне эта машина очень понравилась можно говорить что угодно ну блин спасибо что живой после тех ведер с которых я пересел на нее тогда в свое время это небо и земля вот ну двигатель работает замечательно вообще к нему претензий да 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 поэтому я и хотел 113 мотор потому что я знаю что эти моторы надежные очень угу ну если дособрать да вот запчастист наш Дима который хороший я я говорю вот ну офигеть итак Виталий ваши впечатления я безумно счастлив на самом деле полига nego а теперь еще раз только без угроз жизни не на самом деле безумно счастлив Enough что наконец-то поехал и геморрой начинает потихонечку заканчиваться с ней осталось только дособрать конечно я понимаю что тут еще много геморроя но потихонечку будем делать поднимать ее дальше на ноги я конечно понимаю что это труп как вы выразитесь не это не совсем еще то самое интересное что по кузову она не труп а кузов это самое важное ну когда был снят мотор я обратил внимание, что в свое время я явно вот сюда прилетела а я даже не смотрел куда кстати видно было, что заводской герметик что-то нарушен да ладно ДТП и всегда заканчивают жизнь автомобиля короче любви здоровья, машина в принципе собрана на ней сейчас можно ехать куда-нибудь по сути все удачи спасибо огромное на самом деле за проделанную работу и Толя вот Толя весь выхлоп сварил этому Мерседесу из Вольцвагена все и болты он нашел и на кардан болты он нарезал все, вот Толя потратил на эту машину больше чем на свой Ситроен за всю свою жизнь хотя у него Ситроен это уже говорит о том, что он должен тратить на него пол жизни все, любви здоровья Баланска счастлив потому что он ненавидит вот такое получилось оживление мертвеца хотя на самом деле оживление его можно назвать только с натяжкой по факту это была просто сборка после неудачного свапа но однако из этого ролика можно сделать один очень важный вывод Краилова ведет к Попадалову я ненавижу эту фразу но здесь она идеально подходит в попытках сэкономить тех местах где экономить не надо ты получаешь вот такой результат ты либо тратишь деньги либо тратишь время старайтесь делать разумные покупки и не экономить там где этого делать не нужно а на этом все как то так всем пока пока смотри уток ветром сносит да поехали короче Леша выпускай крысу а то в прошлый раз на 47 минуте ее никто не заметил в первой части блин посмотрел хе-хе-хе-хе-хе-хе и и и и и